Старичок-лесовичок Местные жители одного из села Вологодской области, а в основном это уже бабушки и дедушки, верят в дедушку леса или хозяина леса. Леший живет в густом и темном лесу, бережет лес и иногда показывается на глаза простым людям. Говорят, что наказывает он браконьеров, тех кто мусорит в лесу, тех кто жжет костры, а вот людям с добрым сердцем может и помочь. Расскажу про него несколько историй. Первая история случилась с тетей Верой, моей родственницей. Чтобы не запутались, тетя Вера невестка моей бабушки Маши и несколько раз в год она приезжала в наше село. Тогда Вера была еще молодой женщиной, было ей 25, и она приехала со своим мужем к его родителям отдохнуть летом. В тот день Вера ходила к подруге в гости, которая жила недалеко от леса. После чая Вера решила ненадолго зайти в лес, пособирать немного ягод к чаю. Надо сказать, что время было неспокойное. В тех местах ходил убивец, маньяк какой-то, который убил двух девушек из соседних деревень в лесу. По селу ходить было безопасно, а вот в лес одной девушки заходить было нельзя. Несмотря на запрет, Вера решила зайти недалеко, однако забыла о времени и ушла довольно далеко. Вдруг услышала, как ее кто-то окликнул. Обернулась, а ее зовет какой-то дедушка. Невысокий, одет как все деревенские. Девушка, ягоды собираешь? Да, дедушка, решила собрать немножко. Ну это хорошо, только поздно уже, давай я тебя до деревни провожу. Пошли вместе к селу, разговорились, и тут за деревом Вера увидела незнакомого мужика, который пристально смотрел на нее. Не бойся, милая, не тронет, я с тобой. Так и довел ее до ближайшего дома, а там уже и до родного дома было недалеко. Хотела его Вера поблагодарить за компанию, а дедушка словно исчез. А спустя неделю поймали убивца, а в нем Вера узнала страшного мужика, который смотрел на нее. Рассказала свекрови о таинственном дедушке бабушка Маша, и сказала, что лесной дедушка это был. Он и защитил. Второй случай был с дедом Иваном, отцом бабушки Маши. Был дед уже не молод, уже правнуки были взрослые, в техникуме учились. Но несмотря на возраст, дед Иван был бодрым крепким стариком, ходил еще и на охоту, и за грибами, сено косил. Только вот сердце уже было не молодое совсем, болело иногда. В тот раз он пошел один за грибами. Тут и нашла его беда, сердце прихватило. Сел на землю, подумал, что тут и останется. Людей кругом не было, помощи ждать не приходится. Вдруг увидел, как из чащи вышел невысокий старичок с корзинкой. Подошел он к дедушке Ивану, без слов положил ему руку на грудь, и сразу стало легче. Спустя несколько минут приступ прошел. Дед Иван спросил имя незнакомца, а тот усмехнулся и ответил, да имен-то у меня немало, кто как хочет, так и зовет. Ты бы один-то не ходил по лесу, сейчас я помог, а занят я буду, так что же, помирать что ли будешь? Ну иди, Ваня, иди, долго еще проживешь. И пошел дальше. Дед Иван еще немного посидел, потом домой вернулся. Говорит, что лесовик это был, он и помог. Ну а третья история произошла в 70-е годы. Приехали в наше село комсомольцы на летнюю практику. Кто-то в помощь агроному, кто-то в медицинский пункт практику проходить. Собралась дружная компания, все молодые и веселые. Днем работали, а по выходным дням ходили на речку купаться, в лес ходили. И вот в один из таких веселых дней ребята, а приехали тогда в село одни парни, позвали местных девчонок с собой. Природа, домашняя еда, ну и самогон, конечно же. Искупались в реке. Видимо, хмель в голову ударил, и один из парней, назовем его Васей, стал активно приставать к девушке. Та ему отказала, а он приставать не перестал. Его друзья успокоили, девчонки разбежались. Стали уже парни возвращаться в школу, где они летом жили, а Вася решил пройтись немного по лесу. Там-то он и встретил странного старичка, который вышел к нему откуда-то из чащи леса и стал упрекать. И не стыдно тебе, а еще учишься в городе на фельдшера. Напился, намусорил, к девушке приставал. Совесть-то есть. И еще не окончательно протрезвевший парень, невежливо посоветовал старичку идти быстро-быстро и далеко-далеко. Тот усмехнулся и говорит, я-то пойду. А вот ты, юноша, надолго забудешь, как к девчатам приставать. И ушел. Вернулся Василий уже ближе к ночи. Спать лег. А на утро у него, пардон, интимное место так опухло, будто слеп не искусали. Пришлось везти бедолагу в ближайший город к врачу. Тот и одно средство пробовал. И другое. Но ничего не помогало. Только спустя пару недель прошло. Фельдшер, у которого парень практику проходил, забыв о клятве и молчании о болезнях пациента, разболтал всем местным. Вот местные говорят, что лесовик его наказал за недостойное поведение. Таких историй очень много. Рассказывают о том, как он помог пастуху найти заблудившуюся корову, как часто выводил из леса потерявшихся детей, как помог остановить лесной пожар. В описании лесного деда есть немало сходств. Говорят, что он маленького роста, худощавый. Но вид уже очень старый дедушка. Одетый скромно. В руках у него корзинка, лежи небольшой туесок за плечами. После всех историй про хозяина леса, невольно начинаешь верить в леших, лесовиков, домовых и кикимор. Кстати, кикиморы по рассказам местных тоже есть. Но о них уже как-нибудь в следующей истории. Собака в лесу Сегодня я хотел бы вам поведать историю, которую мне рассказала моя коллега. История произошла с ней, когда она была еще ребенком. Как-то за обеденным кофе у нас зашел разговор про паранормальные явления. Я ей сказал, что люблю послушать подобные истории. На что она сказала, что у нее есть, что мне рассказать? Она рассказала мне три истории. Две из них показались мне не очень интересными. А вернее, я не увидел в них ничего необычного. А вот в третьей истории я решил поделиться с вами. Дело было в девяностых. Машка тогда часто ездила в деревню к бабушке и дедушке. Деревня находилась в Смоленской области. Обычная рядовая деревушка. Все друг друга знают. Дома расположены в пять линий. Рядом речка и лес. И, конечно же, собаки. Куда ж без них? Многие жители держали четвероногих друзей. Машка была достаточно активной девочкой. Очень часто бегала с подружками то на речку купаться, то в лес по грибы, по ягоды. Несмотря на то, что взрослые запрещали ходить детям один в лес, дабы те не заблудились. Озорные детишки все равно порой игнорировали подобные запреты, чтобы полакомиться сочной земляникой или черникой. Маша не была исключением. Не боясь получить подзатыльников от бабушки, она часто гуляла по лесу в поисках сочных ягод. Далеко вглубь леса Маша старалась не заходить, в основном ходила по окраине леса. Но как-то раз, будучи одна, Машутка увлеклась поиском сладкой земляники и зашла слишком далеко в лес. Как вы уже поняли, девочка не смогла найти дорогу обратно. Она стала блуждать кругами, окончательно потеряв ориентацию в пространстве. Как известно, человек всегда в лесу ходит по кругу после того, как теряет ориентир. Сначала Маша вела себя спокойно, надеясь, что скоро найдет выход из леса. Но потом постепенно ее спокойствие стало перерастать в панику. Шаг сменился беспорядочным бегом, а глазам стали подступать слезы. После нескольких часов отчаянных попыток найти выход к деревне, уставшая обеселенная Машка присела на бревно и стала громко плакать и звать на помощь. И вдруг Маша увидела рядом с собой собаку. Собака была беспородная, обычная дворняшка, каких в деревне очень много. Маша знала всех собак в деревне, но эту видела впервые. Когда Машка заметила пса, то сразу же обрадовалась и подумала, что за ней пришли, что вслед за собакой сейчас непременно придет и хозяин, но никого не было. Девочка играла с собакой. Пес показался ей очень дружелюбным, давал себя гладить. Но в какой-то момент все изменилось. Собака вдруг резко оскалилась, напугав Машку, и начала рычать всем своим видом, демонстрируя, что готова наброситься. Маша попятилась назад и бросилась бежать без оглядки. Пес стал ее преследовать. Девочка постоянно спотыкалась, но боялась остановиться, в то время как собака бежала за ней, но не приближалась. Вдруг обессиленная Маша поняла, где она находится, ведь убегая, она постепенно прибежала к окраине леса и до деревни осталось совсем чуть-чуть. Оглянувшись назад, Маша не увидела собаки, злой пес будто испарился. Как только Маша вышла из леса, она увидела соседей, которые уже собирались идти ее искать. Бабушка уже сообщила всем, что внучка пропала. Дома постепенно отойдя от шока, Маша рассказала бабушке и дедушке пространную собаку в лесу. Они не придали этому значения. Подумаешь, всякая местная собака гуляет где угодно. Вот и в лес заглянула. Хотя Маша сказала, что ранее эту собаку в деревне не видела. Все бы ничего, но как-то раз Маше попались на глаза старые бабушкины фотографии. В чем же странность, спросите вы? На одной из фотографий Маша увидела ту самую собаку, которую она встретила в лесу. Ведь именно она тогда указала Маше выход из леса. Поговорив с бабушкой и дедушкой, Маша узнала, что пес, присутствующий на фото, долгое время был их любимым питомцем и умер незадолго до рождения Маши. Маша настаивала на том, что именно его она видела в лесу. Родители и дедушка, конечно же, не стали воспринимать серьез ее слова. Мол, всего лишь похожий пес случайно оказался в лесу и указал дорогу. Но вот бабушка была иного мнения. Поначалу бабушка никак не отреагировала на слова Маши. А спустя час Маша увидела, как бабушка тихонько плакала. На вопрос, что случилось, бабушка ответила, это полканчик решил прийти и помочь тебе выбраться тогда из леса. Ведь он всегда с нами. Не обижайте лешего. В то утро я думал, чем себя занять. Я приехал в деревню. На улице не было ни облачка. Погода замечательная. Было часов 8 утра и я решил сходить в лес за груздями. Собравшись в небольшой поход, взяв все необходимое, я направился в лес. Идти было недалеко. Как говорится, все рядом. Километров семь, не больше. Дойдя до определенного места, я пошел вглубь леса. До моей поляны идти минут 10. По ориентирам в этой местности я знал все. Вот попалась первая просека. Спустя 50 метров вторая. Пройдя еще около нескольких минут по прямой, я вышел на то место, где всегда собирал грузди. Следов человека не было, но грибов было столько, что даже наполнив тару под грибы уходить не хотелось. И в этот момент я краем глаза увидел какую-то тень. Я не стал оборачиваться резко на раздражитель моего внимания. Медленно встал. Движение повторилось. Я поставил грибы возле дерева и быстро прыгнул в заросли. Пробежав по дуге некоторое расстояние, я вслушался. Тишина. По моим ощущениям, объект, который ходил возле меня, был в том направлении, который я определил. Если это такой же грибник или охотник, выйду поздороваюсь. Если кто-то из местных, которые решили со мной наконец-то поквитаться, тогда будем действовать по обстоятельствам. Но никого не обнаружил. Вообще никого. Не было следов. Не может же человек по воздуху летать. Каждый оставляет следы. Особенно необученный человек. Странно, подумал я. Померещилось что ли? Но движение вновь повторилось. И я тогда сказал вслух. Леший. Да пошел ты. Нашел с кем шутки шутить. Я со своими поисками неприятеля не заметил, как небо затянуло тучами и пошел дождь. Я снова вышел к своему месту с грибами. Взял их. Решил, пока есть время, выйти из леса. Но пошел ливень и мне пришлось спрятаться под ель. Я хотел подождать, пока пройдет основной поток. Ливень долго не идет, но прошел уже час. Тогда я решил выходить, направившись в сторону выхода. Поймал ориентиры. Они были на месте. Вот просека, вот вторая. Я шел туда, куда и наметил. Вот третья просека. Меня как кипятком обожгло. Сначала я подумал, что сделал крюк и вернулся назад. Но это невозможно на таком коротком промежутке времени. Я начинал нервничать. Еще одна просека и еще одна. По внутренним ощущениям прошло минут сорок. Я промок до нитки. Я шел и шел упорно. Под ногами была жижа. Снова я заметил какое-то движение. Извини, леший. Погорячился. Отпусти меня домой. Прошептал я лесу. Дождь уже стихал и наконец-то я вышел из леса. Но что самое интересное, я вышел в десяти метрах от того места, где и заходил. Вернувшись домой, я посмотрел на часы. Меня не было семь часов. Я даже присвистнул. Рассказал эту историю приятелю местному. А он мне только сказал. Это ты, конечно, зря. У нас тут каждый год люди в трех соснах теряются. А уж ляпнуть такое это перебор. С тех пор я был осторожнее в высказываниях сгоряча. Особенно в лесу. Свист Случай, о котором я хочу рассказать, произошел с моей бабушкой Любой и моим дедушкой Мишей. Так уж сложилось, что живем мы в Сибири. И, как положено всем сибирякам города Ужура, любим собирать грибы. Дедушке с бабушкой было тогда по тридцать с небольшим. В один из своих визитов в лес случилось так, что они зашли слишком далеко. Выйти обратно, туда, где стоял их уазик, не получалось. Представьте себе, ни телефона, ни единой живой души поблизости. Все, что имелось, это лишь грибы, нож до ведра. Стало темнеть. Что делать? Куда идти? Пришлось им устраиваться на ночлег, ложась на срезанные ножом ветки. Всю ночь спали по очереди, боялись волков. Утром, подкрепившись сырыми грибами и выпив березового сока, дедушка с бабушкой двинулись дальше. За ночь их изрядно покусали комары, которых в наших лесах великое множество. Спустя некоторое время, примерно часа через три, грибникам удалось таки выйти из леса на полянку. Но, к большому их сожалению, сразу за ней снова был виден лес. Было решено остановиться и обдумать план дальнейших действий. Зажигать сигнальные костры было бессмысленно, да и нечем, как подать знак другим. Они рассчитывали, что, возможно, встретят других грибников в лесу. Больше надеяться было не на что. И тогда дедушка предложил бабушке, давай я тебя свистеть научу, а то мало ли что. Хорошо, ответила она ему. И они приступили. Не сразу, но довольно быстро бабушка научилась. И тут издалека донесся едва слышный свист. Супруги переглянулись и замерли. Неужели кто-то им ответил? Не раздумывая ни минуты, они бросились в ту сторону, откуда доносился свист. Дедушка и бабушка уже не шли. Они бежали. При этом свистели и слушали, с какой стороны им отвечают. Они уже ни о чем не могли думать, кроме того спасителя, на чей свист они шли. Через несколько часов они увидели срезанные ветки, на которых спали прошлой ночью. Переглянулись и пошли дальше. Грибники шли на свист весь день. Ближе к вечеру они стали замечать, что свист усиливается. Казалось, что издававший его приближается с каждым шагом. Когда же свист стал настолько громким, что свистевший должен был быть в нескольких метрах, они увидели свою машину. Бабушка и дедушка радовались, как дети, и не сразу заметили, что свист пропал. А когда немного опомнились от радости, стали искать и звать своего спасителя, но им никто не ответил. И супруги до сих пор гадают, кто им тогда помог выйти из леса. Ну как вам истории, друзья? Если понравились, просьба не забыть поставить лайк в качестве поддержки и подписаться, если еще этого не сделали. А самые новые видео, которые не вышли на ютубе, я выкладываю на своем бусте. По желанию, вы можете оформить подписку на истории как в видео формате, так и в аудио формате. Все нужные ссылки вы можете найти в описании под этим видео. Жду вас на бусте, где можно не только смотреть и слушать страшные истории, но и задавать неинтересующие вас вопросы или просто персонально общаться.